Здравствуйте! Сегодня есть еще один печальный повод задуматься о безопасности детей. В поселке Знаменском произошел вопиющий случай. Погиб ребенок. Его возраст не указывается в интересах следствия. Накануне вечером мальчик вместе со своим сверстником вдыхали газ из обычной зажигалки. Дышали до тех пор, пока один из приятелей не потерял сознание. Второй вызвал другу скорую помощь, но школьник умер до приезда врачей. В настоящее время с целью установления причины смерти погибшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования его тела. Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В деле о погроме в мастер-пицце появились новые подробности. Задержаны еще двое подозреваемых в нападении на кафе. Как сообщили в отделе по расследованию особо важных дел Краевого следственного комитета, это 19-ти и 20-ти летние молодые люди. Всего к этому моменту по подозрению в причастности к преступлению задержано уже 6 человек. Ранее был взят под стражу 30-летний предполагаемый организатор массовой драки. Также арестованы 28, 23 и 21-летние участники погрома. Задержание последнего проводило спецподразделение. Молодой человек признался оперативникам, что при себе носит нож. Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-расследственных мероприятий, направленных на установление и задержание всех участников конфликта. Все городские наряды полиции ориентированы на задержание подозреваемых лиц. Решающим аргументом в интеллектуальном споре двух жителей поселка Калинина оказался нож. Двое мужчин за бутылкой водки устроили спор, кто из них прочитал больше книг. Истины в вине не оказалось, поэтому оппоненты вышли на улицу, чтобы привлечь к проверке своего интеллекта случайных прохожих. Глубокой ночью было безлюдно, страсти разгорались. В результате один из спорщиков ударил своего товарища ножом в подмышечную область, после чего скрылся. Раненый позвонил в полицию. Через несколько часов по ориентировке подозреваемый был задержан на одной из улиц краевого центра. Им оказался 32-летний, ранее судимый за убийство краснодарец. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 8 лет. О дорожных происшествиях. Около полуночи Надзержинского водитель отечественной «Жигулей» фатально замешкался. Седан, шедший по первому ряду, не успел среагировать и уйти от столкновения. Для оказания помощи на место приехали не только медики, но и пожарная машина. На трассе Дон-3 традиционные краснодарские догонялки, в которых водитель внедорожника продемонстрировал завидное хладнокровие. А на офицерской нефтяников водители не разобрались с очередностью проезда прямо на глазах у инспектора дорожной службы. Завтра в краснодарских школах прозвенят последние звонки, ученики отправятся на летние каникулы. А у правоохранителей и сотрудников администрации работы прибавится. В это время, когда у школьников появляется больше свободного времени, они особенно жестко следят за соблюдением детского закона. На этом у меня все. Будьте осторожнее. До встречи.